Значит, Анют, расскажи, что с твоими ногами было, с твоей ногой? Мне очень сильно потянули ахилл, и он у меня болел где-то год. Год болел? Да. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь балетом. Ты занимаешься балетом. Сильно потянула, и какое место болело? Покажи, пальчик. Вот здесь он болел. Вот это место болело, да? Да. Ага. Так, это когда было? Это было в феврале 2020 года. Так, и что ты сделала? Ну, я продолжила заниматься, а летом мы сходили к врачу. Что врач сказал? Врач сказал мне заниматься где-то месяц. Не заниматься месяц, так. Да. Я не занималась, потом ахилл прошел, но недавно начал болеть снова. Да. И еще что тебя беспокоило? И хруст. Постоянный хруст. Постоянный хруст, да? Ну вот. И ножку ты не могла тянуть, правильно? Ну а вот теперь потяни ножку. Вот, видите, эта ножка левая работает лучше, чем правая. Сейчас боль в ахилле есть? Нет. Ощущение в левой ноге? Какая лучше тянется? Левая. Левая. Вот так и нужно, чтобы после лечения человек чувствовал лучше, чем до травмы. Молодцом. Потому что здесь убрали подвывих, растянули связки сухожилия. И теперь она будет хорошо прыгать и лучше всех танцевать. Так, Анют, какое ощущение в ногах? Как будто нога подвытянулась немножко. Длиннее стала, потому что она была сжата. Потому что когда подвывих, то нога сжимается, и тогда начинается лечение, операция и все остальное. Так, ну и можно даже немножко попрыгать, давай. Как ощущения? Очень здорово, прям легче стало гораздо. Молодцом. Еще немножко попрыгай. Какая нога легче стала? Левая стала легче. Левая. То есть, если ее отпустить, она становится длиннее, легче. Так и должно быть. Вот так для артистов балет, то, что я делаю, это вообще даже сложно объяснить.